добрый день дорогие слушатели мы начинаем очередное занятие нашего практического курса по системе кок и как обычно мы начнем с разбора домашних задач сейчас я посмотрю что у нас оставалось из домашнего задания значит оставшиеся задачи из индукции значит какие задачи мы разобрали первую мы разобрали вторую третью разобрали четвертую насколько я помню мы разбирали в классе пятую и девятую тоже то есть статью задачи номер шесть а шестую чтобы вам тоже мы разобрались 7 8 и 10 давайте если кто не хочет это что-то рассказать то давайте вы на это дело посмотрим значит задачи номер семь восемь и десятая задача поставить кто-нибудь хочет что-нибудь забрать но ведь это придется мне что-то порассказывать из них давайте начнем с задачи номер 7 назначить целые числа сейчас я открою кок и файл но просто нею тогда делаем вот тут я для разнообразия покажу стратегию формализации доказательства основанные на использовании над и целых чисел одновременно ну я напомню формулировку сейчас я буду показывать наверное свой экран значит формулировка такая в этой задачи 4 степени минус 15 значит что для этого буду делать значит я первых и теперь я буду делать вот что я буду говорить следующие значит фикс-поинт возведение четверки в степень а значит у которой аргумент будет натуральный а само это будет цена ну и соответственно здесь я спокойно определяю возведение по индукции значит ноль пишу это натуральный ночь не буду в целом или напишу 0 процент на он будет действовать соответственно с единицу может даже вот так целую единицу хотят неважно потому что мы за скоп открыли и ск даст нам значит мы возводим 4 в степень к и должны умножить на 4 попробуем все определилась и теперь теорема задача 7 для всех н натуральных дальше что получается возведение 4 в степени 15 н минус 1 ну и дальше на делимость так как напишу существует целое такое что вот это равно ну так сказать на что умножить на 9 9 по 4 так и возникает проблема что мы умножаем на н и натуральный а нам нужно чтобы все это было в типе z и вот тут как я говорил удобно определить преобразование фикс-поинт n to z который берет натуральное число возвращает целое потому что действует если у нас был ноль натуральный то она должна вернуть в ноль целый с кадром перейти в n to z k плюс 1 все это происходит в целых числа с коптингом мы это съели и теперь здесь я пишу n to z значит ну поехали proof interest и дальше мы действуем как индукции парня вот тут обычную индукцию ну смотрите значит здесь нужно найти такое q что 4 в нулевой плюс 15 нулей плюс 1 дает что-то там чему равно q нулю нулю да потому что здесь 1 минус 1 написано значит соответственно здесь мы говорим 0 0 целый не натуральный куда ну и теперь нужно ну как можно сказать можно наверное авто и он его съест авто здесь сделала довольно много вещей она сделала симпл разобрав вот эти вот значения в нуле и после этого посчитала что 1 плюс 15 нулей минус 1 за 9 умножить на 0 это она спокойно делала теперь здесь что здесь нужно делать нам дано одно эссенциальное утверждение доказать другое может попробовать выделить вот в этом выражение которое там стоит выражение для которого уже доказаны предыдущие и попробовать вот это q выразить через q которое было предыдущий сначала надо выделить старое q из и предложение индукции а для этого используют тактику или то есть здесь написано что существует q тактика или выделить его в явном виде ну на тактику или потом надо сказать так сказать правильный интерес и он нам сделает вот смотрите он нам дал x x это старая q для него дано вот это условие а нам нужно вот это ну и тут ну здесь два варианта можно на бумажке попробовать выразить новое q сказать с ним как она выражается через x я честно говоря не не помню потом это новая q просто сказать exist что вот именно она нам и нужно ну и дальше он докажет там какие автоматические тактики можно даже этого не делать сначала на сказать симпл ой здесь значит нужно слишком большой симпл нам даст по что он стал разбирать вот эти вот эти эс и всякие вот эти умножения давайте напишем симпл ну здесь можно попробовать сейчас тут некая проблема с переупрощением возникает да вот я просто упрощаю конкретные я беру симпл вот это симпл вот это то есть я вот здесь все раскрыл да ну и теперь что у нас здесь остается на фейс на замечательная вещь значит здесь а степень n здесь 4 степени n умножить на 4 значит после чего еще пятнадцать и так и минус один значит а что хочется здесь сделать смотрите у нас можно вот это тут плюс в том что мы рассуждаем в z то есть мы можем просто выразить 4 в степени n а именно можно сказать следующее вот сказать такой асер что вот это по 4 равно просто 9 на x минус 15 на эту штуку съест ну надеюсь что ауто вы знали если нет то сейчас ли я напишу на сел ауто вы так это я просто выразил а из этого аж вывел вот это как в обычной школьной алтебре говорю перенесем вправо после чего я делаю реврайт этого аж 0 и у меня появляется вот такая вот штука значит что тут нужно сделать ну смотрите то что слева уже должно просто делиться на 9 каким-то очевидным причинам но это опять же на так не очевидно вы могли бы так сказать понять чему равно кочу но мы это делать не будем и дальше скажем скажем в ринкс имплипай почему не хочет а вот это плохо сейчас я еще хочу понять что произошло к сожалению хочется конечно может быть ему можно этот аргумент дать если не получится ну значит нам не повезло и будем делать вручную все упростили видите как получилось здесь проблема в том что ринкс имплипай не захотел потому что у него здесь вот это вот еще натуральный параметр болтается n to z но мы его явно сказали что нужно упрощать он это упростил и смотрите что получилось получилось что а здесь явном виде мы видим что делится на 9 ну к сожалению вот так сказать уже не получится по-видимому он не может но не умеет просто существование доказывать и лео тоже здесь не поможет хотя лео бог его знает она бескванторная а может он уже и умеет такие мелочи делать попробую на всякий случай ну лео тоже не может здесь нужно доказывать существование существование всегда нужно предъявлять явный пример но здесь мы его уже видим потому что здесь 36 делится на 9 45 делится на 19 делится на 9 то есть мы можем сказать что exists ну и давайте продиктуете какой здесь пример чему равно q надо поделить левую часть на 9 получили ну и теперь это как доказать ну может даже вот так получится да получилось ну можно даже сказать например ринг потому что здесь справа написано просто надо закрыть скобки на девятку унести вы все мы доказали вот таким интересным путем давайте посмотрим на на задачу номер восемь давайте тоже разберу то значит давайте в том же опять же ключе давайте только тогда немножечко здесь перепишу здесь я напишу а вместо пау-4 пау-а и везде степень четверки заменю на произвольную вроде больше даже она вот здесь она используется сейчас мы проверим что все пройдет это просто возведение произвольного целого числа в степень да все получилось я пишу теорему которая называется z8 для всех натуральных значит существует у опять же такое что возведение 11 целого числа 11 степень n вот надо так сожалению написать наверное м плюс 2 плюс 12 степени какой-то м плюс один даст нам 133 проверим что это он съест видимо надо над только там когда в степень там надо не на 4 умножать там когда вот в степень восподим надо не на 4 умножать на новое число на другое число я поменял определение степени иначе все плохо будет теперь опять же проф ну что мы даже даже сказать дальше ну наверное индукцию по n правильно ничего более умного мы сообразить не можем значит что здесь давайте скажем ему simple чтобы понять что там произойдет ну вот он слишком много опять же разобрал поэтому будем симплифицировать сначала вот это и потом ну и получили вот такую штуку ну и чему же здесь теперь равно q как вам кажется единиц я хочу показать что как можно было бы конечно сделать на бумажке и говорит что мы посчитали q а потом мы формализуем но так сказать вопрос в том как мы хотим использовать кок мы хотим использовать его как чисто верификатор чтобы доказать как бы урби это орби что наше доказательство правильное что теорема верно либо мы его используем еще и как помощник как ассистент то есть мы его заставляем за нас делать эту работу до того как мы вот эти преобразования сделали было не очевидно что это равно единице q и нужно было угадывать как то здесь мы спокойно вот теперь здесь ну опять же что нужно сделать как нам извлечь так сказать старую икону и так далее простить вот эту вот степень чтобы там была степень 11 и n плюс 2 умножить там на 11 что это можно с этого начать действительно значит надо что сделать надо сделать simple вот этой штуки значит не получится у нас тут у меня помнились лишние вот она она в она вылезла то что нужно нам получилось и 2 2 может немножко поинтереснее будет здесь то немножечко странное что-то нам сделал но на самом деле а ну тут нужно на самом-то деле на что что мы хотим мы хотим отсюда извлечь вот такую степень правильно степень 12 поэтому нужно здесь честно ему сказать что мы хотим ну скажем так мы плейс вот это мы заменим вот на что два раза с применим от 2 и плюс 1 мы делаем так еще не нравится понимать так значит сн стать надо но видим идет нужно процент на написать значит 2 на сн плюс 1 но мы можем нам даже сказать давайте напишем проще все что вот это вот равно с тоже не нравится опять же вот из этих скопов у нас уникают какие-то глупые проблемы терм с н и стать надо это видимо просто авто а мы арифметику обычную не включили тут некая тонкость нужно еще на натуральных числах тоже делать и ринк его конечно же съел теперь мы говорим ему аж новую гипотезу и вот теперь то мы уже его упрощаем чтобы он подогнать его под тот вид который нам на самом деле точно такой же можно еще сказать он точно такой же как и вот здесь на самом деле можно сказать simple вот тут так просто для красоты и у нас все получится он не хочет вот уже теперь делать значит теперь а вот следующий шаг уже нужно как с предположением индукции пользоваться правильно может опять какой-нибудь из слагаемых выразить ну прежде чем это сделать нужно может предположение индукции квантер существования у нас нет равенства с которым можно что-то выражать она в глубине находится надо его вытащить оттуда у нас дано что что-то существует не дано как бы чистое равенство одно утверждение существования нужно из него вытащить равенство или им опять нужно написать ну и дальше совершенно верно у нас появился у это старый q это x вот такая штука ну и дальше действительно можно выразить ну например можно выразить вот этот вот этого товарища сказать ему что ну ассертом опять же это можно сделать ассерт что значит вот этот вот вот этот вот вот равен 133 х минус вот эта степень ну это автовой дарис конечно же потому что это просто перелет в другую сторону теперь мы можем этим пользоваться а именно вот эту степень заменить вот ну и теперь вот это все надо как-то сделать ему ring simplify а не равенство и q конечно здесь не нужно надо вот так и вот тут к сожалению у нас появилась проблема что он не отождествил вот этого с вот этим ну сейчас мы это сделаем ассерт что n плюс n плюс 0 плюс 1 равно 2n плюс 1 то есть один сюда будет надо написать то что здесь написано если мы это поймем он рубнется конечно нужно сказать ему вот это процент наверное вот это процент да это ринг теперь мы ему говорим его райту стаж 2 тут появились все одинаковые ну и после этого нужно вместо такого ring simplify написать то что здесь написано ну вроде вроде так опять же это равенство нет нет это не то я нельзя был контрол цена с 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 и сюда его упростим и вот нам получилось то что нужно значит 133 на что-то там ну и вот здесь вот это ну тут тут к сожалению даже не знаю как как заставить это посчитать Значит, я просто открою какой-то калькулятор. Значит, я беру 1463 делю на 133 и получаю 11. Соответственно, я должен сказать exists 11x плюс вот этот стип. Ну, и это уже, наверное, ринка. Мы на канале Терри. Вот. Ну, и давайте тогда уж последнюю задачу. Вот с последней задачей, по-моему, там была какая-то опечатка. Сейчас мы должны ее выявить. Значит, здесь чего-то, по-моему, не так. Давайте я там быстренько это на бумажке соображу. Значит, здесь у нас сумма Акатых и Бкатых. То есть получается А0, В0 плюс и так далее. Плюс А, М-1, Б, Н-1. Я сейчас, давайте, я просто покажу эту самую штуку здесь. Вот последняя задача, вот она здесь. Сейчас я быстренько ее посмотрю, чтобы она была, значит, будет так. Должно быть равно чему? Значит, нужно взять сумма АИТых на БНТ, берется, да? А, там в конце должно быть Б-1 где-то, видимо, да? То есть получается надо взять, в конце будет А, Н, А0, Б, Н-1 плюс и так далее. Плюс А, Н-1, Б, Н-1. А теперь, значит, последний из этих нам нужен, а дальше их надо как-то вычитать. Значит, в каждой следующей сумме у нас действительно будет... Дальше мы берем, значит, сумму А0, Б, Н-1. Да, значит, дальше вроде все, даже последний 0, Б, Н-1, как же остальное правильно. И давайте мы это делать, ну, наверное, в НАТе это проще. Хотя можно и в целых, может, здесь минус есть. Значит, что мы здесь делаем? Давайте я сейчас я себе это перекрещу, чтобы это сразу... Сумму по К от 0 до Н-1, АК, БК, равна сумме по К от 1 до Н-2, сумму по И от 0 до К-1, АИТых. Значит, дальше БКТ минус БК плюс 1 плюс сумма по И от 0 до Н-1, АИТых умножить на БН-1. Значит, давайте действовать. Значит, сейчас я его покажу. Кок, share screen, кубеде, теорема Z10. Сначала нужно определение суммы. Fixpoint sum. Значит, А действует из НАТ Z, Н натурально. И, значит, мы говорим так, значит, match N with, если она 0 натуральная, то сумма равна 0, а если оно СК, СМ какое-нибудь, то, соответственно, нужно взять сумму до М и взять плюс АМ. То есть сумма вот эта, она на самом деле равна вот чем? Сумма А, Н – это А нулевое, плюс А первое, плюс А, Н минус 1. Потому что последний как раз вот, если это С, то это вот предыдущий. То есть первый Н членов начинает с нулевого. Теперь теорема. Значит, теорема говорит следующее. Ну, слева написано что? Сумму произведений, да? То есть нужно взять сумму. Дальше какая функция? Как описать последовательность, которую мы суммируем, как вам кажется? Ну, да, еще надо for all записать. Значит, for all для всех последовательностей. А, B из НАТ Z. Как записать сумму в левой части? С помощью функций, в левой же операции СА. Как вам кажется? Давайте подробнее. В левой части, наверное, просто сумма, а последовательность задать, как К переходит в произведение. Да, 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 именно так. Сумма, дальше надо взять слово fun. Дальше надо АК умножить до ВК. И сумма должна быть от 0 до Н минус 1. То есть здесь мы ставим N. И действительно, еще нужно написать для всех натуральных А. Вот. Равно. Чему оно равно? Тут вот немножко хитрое. Значит, надо взять сумму по К до Н минус 2. И вот тут Н минус 2 возникает. И давайте мы немножечко схитрим. И здесь напишем СН, чтобы минус не писать. В этой верхней части. То есть у нас N, вот это N, которое здесь, это на самом деле Н минус 1. Значит, теперь будет сумма чего-то до Н. А вот сумма чего? Сумма чего? Ну, как эта штука? Разность БКТ просто в явном виде К переходит, получается, в разность БКТ умножить на, опять-таки, сумма. И там в качестве последовательности уходят. Будет АИТ. То есть будет сумма Ашек просто. Вплоть до К, правильно? Умножить на БКТ минус БК плюс первая. Сумма берется до Н. Плюс последнее. Значит, здесь я поменял. Вот тут БН минус 1 будет. То есть надо взять сумму, опять-таки, Ашек до Н, до СН, извините. И умножить на Бшку, которая НТ. То есть мы, вспоминаешь, наше Н, которое здесь, это Н минус 1, на самом деле. Ну, давайте формулировку пусть он съест. Сейчас здесь где-то, видимо, я что-то забыл. А как мы записали, что там сумма пока от 1 до Н минус 2? Ага, смотрите. Ну, вот это Н, которое здесь написано. Давайте его М обозначим, чтобы у вас не возникало проблем. Все Н я заменю на Н. Значит, теперь я говорю, что вот это Н, это Н минус 1. Так просто удобнее, чтобы минус на натурале числах не писать. И теперь у нас все так, как нужно. Значит, здесь сумма до СМ. То есть это сумма от 0 до М. Первый СМ, так сказать, слагаемых. Это и есть сумма от 0 до Н минус 1. Здесь, значит, сумма от 0 до Н минус 2. Вот она до М. Она на единицу меньше. Здесь то же самое. И Б, соответственно, будет МТ. Понятно? Да, да, спасибо. Здесь немножко трюки с минус единичкой. Значит, пруф. Ну, это он съест сейчас. Терамках из тайп. На твою эспекту хэф тайп сет. Это с чего бы вдруг... Опять же, наверное, на функцию штука иметь. Так, и с чего он не нравится? А, здесь я скажу. Плюс еще натуральный. Вот. Все, теперь, значит, интрос, конечно. И, естественно, что мы делаем, чтобы доказать такого рода утверждение? Индукцию. Ну, индукцию по Н, да. У нас никакого, по М, на синтезу выбора никакого нет. Здесь говорим ему симпл. После чего он говорит следующее. А нулевое умножить на Б нулевое равно нулевое на Б нулевое. Это просто рефлексивность. Ну, и вот интересный момент начался. Да, так сказать. Вот оно поехало. Значит, здесь нужно начинать как-то все это упрощать. Значит, как это делать? Ну, давайте попробуем здесь вот. На самом деле, надо попробовать сделать симпл. После чего немножечко многовато он разобрал. То есть, здесь появились еще, на самом деле, поскольку здесь см было написано вот тут, то он его дважды, вот два ssm получился, он дважды его разобрал. Ну, ничего страшного, мы можем, можно, конечно, там как-то немножко схитрить. Мы скажем проще. Мы скажем симпл так же им и ашет. Вот. То есть, здесь мы тоже это амбм выделили, все хорошо. Ну, теперь что нужно сделать? Ну, теперь нужно, значит, подставить, да? Просто сказать, можно сказать, просто революционное. Да, он подставил. Молодец, как бы, да. Ну, и вот здесь мы уже видим, что вот это должно сократиться вот с этим. Значит, здесь еще, ну, тут, правда, есть какие-то тонкости, мы их тут можем увидеть. Ну, вот здесь сумма ам вот такая, а здесь у нее еще один такой товарищ. Ну, мы надеемся, что это истина, поэтому просто хотим сказать ринг. Ну, это не valid ring expression. Значит, где-то мы пробрались. Ну, сейчас будем смотреть. Где-то, значит, у нас, видимо, формулировки ошибка просто, потому что иначе здесь все должно быть нормально. Значит, или где-то хитрый что-то. Значит, здесь у нас, может быть, ring simplify ему сказать хотя бы, чтобы понять, где у нас здесь неправильно. Значит, вот здесь, да, вот-вот мы выявили это место. Здесь умножается на bsmt, а тут умножается на bmt. Вот так, видите. И это ему мешает. Почему она bmt здесь умножилась? Сейчас, значит, так-то вроде все было хорошо, а он умножился не то, что нужно. Почему-то как с этим теперь бороться. Но для этого нужно сейчас, опять же, внимательно пересмотреть наши условия. Значит, сейчас я его в бумажке. Это вот тут, к сожалению, поскольку мы не знаем, что мы доказываем, то, грубо говоря, у нас и возникают такие проблемы. Значит, какое у нас условие? Здесь написано a0b0 плюс и так далее плюс амбн. А там написано, значит, что? Здесь написано, вот, последняя вот эта сумма, она какая? Она а0bm плюс и так далее, плюс а0 амбн. Последняя амбн здесь. Так, и предыдущая сумма, она как устроена? Значит, она должна быть суммой. Допустим, мы хотим смотреть на предыдущая, в ней, так сказать, слагаемая. Значит, это которая до n минус 2, так сказать, да, то есть оно должно быть с минусами, дает вот что. Значит, сумма по, тут вот надо аккуратно как-то это понять, потому что он что-то нам сейчас надо будет сообразить, где тут мы пробрались. Значит, здесь сумма была до m, здесь сумма была до a, до s, m, a, и здесь до k, здесь все чисто. Сумма до s, мы здесь написали сумму, и здесь еще b не то оказалось, причем проблема. Где-то у нас здесь… А там в условии случайно не k от 0 до n минус 1? От 0 до n минус, от 0, или от единицы, жало там было, да, или от чего? От 0 до n минус 1 хотите, да? Ну, ну, вот там в условии, вот, как бы после равенства, там точно правильное выражение? Вот здесь сумма а, k, да? Вот, да, это что-то, так сказать, здесь тонкость, потому что там написано же было k от единицы до минус 2 у меня было написано в этом, вот здесь, да? k от единицы до минус 2 тут было написано. То есть здесь нужно написать сумму… А, я понял, в чем что произошло. Хотя, не, не, не понял. Значит, k от единицы до n минус 2. Значит, это что значит? Это значит, что у нас здесь должно быть… Ой. У нас просто b0 вообще нигде не используется в правой части. Сейчас, еще раз, сейчас, еще 1 минуту. Такое дело, еще раз защит precedent. Вот, вот, так сказать. Вот, 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 вот… Вот, 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 вот… Вот, вот… Так, значит, давайте мы еще раз покажем. Так, давайте где? Здесь вот проблема, видимо, вот в этом. Здесь нужно сумму до n-1. Значит, от 1 до n-2. Значит, получается здесь сумма по, да, если k от 1 до n-2, то есть здесь нужно вычесть еще, на самом деле. Как его сумму сделать от 1? Нужно вычесть, соответственно, нулевое или нулевое слагаемое, правильно? То есть нужно вычесть сумму a0. Хотя нет, сумма нулевая, она же, она нулю просто равна. Так что здесь никакой проблемы нет. Можно и до этого самого считать. В общем, здесь нужно что-то понять, где мы... Надо, на самом деле, проблема там, надо правильную формулу математическую написать. Это надо сделать. Значит, давайте мы тогда эту задачу отложим до следующего раза. Значит, вам задание тогда будет такое, я только на этом подумаю. Значит, сделать правильную математическую формулу для этой задачи. И там, когда мы сделаем, мы это быстренько формализуем. Здесь мы видим, что у нас просто, ну вот вылезло что-то не то. Потому что просто формула была неверной. Индуктивный шаг проходит. Давайте там это отложим. Вот. И я, значит, сегодня вот что можно объявить. Я пока перестану, значит, это дело показывать. И скажу следующее. Значит, у нас впереди две такие важные вещи. Значит, первое, что у нас пришло время контрольной по индукции. Контрольная будет, как обычно, значит, после сегодняшнего занятия, в течение, там, ну, может быть, час-полутора, я опубликую задачки на странице курса. И завтра вечером будет дедлайн. То есть это нужно, вы, пожалуйста, сообщите также всем, тем, кто сегодня с нами не присутствует, что нужно будет, значит, контрольную работу записать. Это, значит, первое соображение. Значит, с этой задачей я, наверное, разберусь. Я просто даже опубликую решение на страничке тоже сегодня вечером. Вот вторая вещь, что мы подходим к нашему третьему, так сказать, важному практическому заданию, которое связано с извлечением кода. И сегодня я немножко порассказываю, может быть, даже на каких-то примерах, как код извлекается в кодке. Но прежде чем, значит, это делать, нужно будет немножко поговорить о таких неких парадигматических вопросах, которые здесь важны. Сейчас я буду показывать, значит... Вот, сейчас покажу этот самый кран с рисовалкой. И буду немножко... Значит, прежде всего, первый компонент, который нам здесь будет важен, это функциональный стиль программирования. Ну, или просто он называется, так сказать, функциональный программирование. Значит, ну, к сожалению, в рамках нашего курса мы не имеем возможности глубоко изучать новую для вас парадигму программирования, потому что курс очень короткий. Но хотя бы какие-то элементы нужно здесь пояснить. Значит, мы в нашем предыдущем изложении избегали понятия лямбда-выражения, лямбда-тервыш, все это как-то естественное обозначение и не более того. Ну, это так, в общем-то, и есть. Мы в куроке могли писать выражение вида, вот как вот сегодня писали, фанк, и дальше что-то там, вот сюда как-то может входить к. Ну, теоретически может и не входить, это просто означает, что мы задали константную функцию. Ну, давайте здесь напишем это все, вот это выражение обозначим как-нибудь там у... Я напишу в скобочках к. В скобочках означает, что это просто синтаксическая зависимость, то есть, то входит переменная к. И это обозначает функцию, которая по данному значению к нулевое возвращает соответствующее значение у. В логических обозначениях вот это задается вот так. Лямбда к, точка, и дальше вот это вот у. Это вот, значит, называется операция лямбда абстракции. Вот. Ну, а также есть операция применения. Пишется это вот так, увы. Математики написали бы, скорее всего, вот так. Это операция применения. Значит, вот эти две основные конструкции, с помощью них образуется множество некоторых выражений, которые называются лямбда выражения или лямбда термы. То есть, лямбда термы – это, значит, выражение в языке, где есть операция лямбда, и есть применение. В принципе, можно рассматривать язык лямбда термом, где больше ничего нет, а можно рассматривать язык, в котором есть что-то еще, например, термитические операции или что-нибудь такое. Ну, вот кок – это такое богатое расширение лямбда языка. Так же, как и языки функционального программирования. Ну, например, такие как Кокамаль или Хаскель или многие-многие другие. Значит, соответственно, теперь зачем же нужны эти лямбда термы и что с ними можно делать? Значит, в лямбда термах есть понятие редукции. Ну, опять же, редукции бывают много разных. Они там связаны с устройством лямбда термов. Самая главная редукция – это бета-редукция или бета-преобразование. Значит, бета-редукция устроена следующим образом. Значит, если у нас есть лямбда и х точка у, то есть функция, которая по х возвращает значение у, и мы ее применили к какому-то в, то это можно преобразовать в вот такое. Взять у, и в него вместо каждого свободного вхождения икса поставить в. Ну, это лямбда-операция, она как бы связывает переменную, как кванта. Это делает. То есть она, значит, после этого, вот в этом выражении, х свободной переменной уже не является, ну, а здесь поставлено вхождение вместо всех свободных вхождений. Вот эти детали, я на них останавливаться не буду. Можешь, значит, связанные переменные, свободные просто из разных алфавитов. Каждый раз, когда мы связываем переменные, должны переименовать некоторые новые имени, чтобы избежать проблем с этим, корректной постановки и так далее. Значит, это бета-преобразование. Почему его называют редукцией? Ну, потому что считается, что эти преобразования упрощают как бы те. То есть мы говорим, что у нас есть абстрактная функция, которая по иксу возвращает у, а мы заменили, мы применяем ее к конкретному ве и получили, значит, получили более простое выражение, более явное в каком-то смысле. Но смотрите, что происходит. Ну, во-первых, да, первое соображение, что если у нас в этой редукции можно применять внутри большого терма. Вот если это такое большое выражение, а здесь у нас есть подвыражение вот такого вида, то вот это подвыражение называется редоксом. И его можно средуцировать к соответствующему редукту, оставляя все остальное как бы. Да, при этом, поскольку у нас в частности в лямбде язык, в коке язык типовый, то должны быть, чтобы при применении должны соблюдаться типы. То есть если мы пишем ув, то вот в этой ситуации должно быть, чтобы у имела тип какой-то а стрелка b, ну или в коке еще это может быть зависимый тип. То есть здесь либо вот так, это в независимом случае, а в зависимом еще может быть вот так, у имеет тип для любого x с а b от x, а v тогда, соответственно, имеет тип а. Ну и в этом случае здесь у нас ув имеет тип b, а здесь у нас ув имеет тип соответствующий b от v. В системе зависимыми типами. Ну, это, так сказать, применение, при применении типа должны быть согласов. Здесь бестиповое лямбда-ичтение, в котором это не беда. Значит, теперь что происходит? Как работает функциональная программа? Значит, нормальной формой это лямбда-терм, в котором нет редакса. То есть, там нельзя применить никакую редукцию. Не бета-редукцию, не если у нас какие-то еще системы редукции, то их тоже нельзя применять. Значит, нормальная форма это как бы наша цель. Когда мы что-то вычисляем, если мы пришли к нормальной форме, это наш ответ. Ну, например, какой-нибудь пример из такой арифметики. Да, допустим, напишу что-нибудь там 2 плюс 3 умножить на 4. Вот здесь тоже есть, так сказать, редукции, шаги вычисления. Или давайте напишу так, умножить на 4 плюс 1. Вот это, так сказать, тоже в каком-то смысле редакс. И вот это тоже редакс. Мы знаем, что если у нас есть плюс, который можно применить к конкретным натуральным числам, то в нашей системе нам какие-то, то, что simple делает, это тоже такая редукция. Можно его поредуцировать. То есть, я могу вот это средуцировать. Например, первый редакс я могу средуцировать к пятерке. Здесь у меня 4 плюс 1. Значит, второй редакс тоже редуцируется к пятерке. 5 на 5. И это редуцируется к 25. Это наша редукция. Не beta-redux, это редукция для плюсиков и умножения. Но можно поступить по-другому. Можно средуцировать второй редакс и получить здесь 2 плюс 3 умножить на 5. А вот это уже опять средуцируется вот сюда. То есть, видите, у нас нормальная форма. вот здесь находится и она единственная. Это нормальная форма. В принципе, возникает вопрос. Да, собственно, исполнение нашей функциональной программы, наша функциональная программа является термом в некотором достаточно богатом языке, расширяющем лямбда-исчислении. И, в отличие от императивной парадигмы, где исполнение программы, это просто последовательное выполнение команд, которые в ней содержатся. В функциональной парадигме исполнение программы, это, значит, на самом деле просто последовательное применение редукции. И вот тут возникают несколько разных интересных соображений. Значит, соображение такого плана, что редукции можно применять к разным редакциям. В одном терме много редакций. И возникает вопрос, почему не может быть так, что при разных порядках применения получатся разный ответ. Вот, например, в арифметике это не так. Но если бы мы по-другому арифметический закон написали, то можно было бы привести примеры, где разные нормальные формы получаются. Вот, например, возьмем, например, вот такое исчисление, где нет скобок. Я написал просто там чего-нибудь типа там 2 плюс 2 умножить на 2. Я считаю, что и вот это редакс, и вот это редакс. Ну, в реальности вот первое это не редакс, потому что умножение имеет больше приоритет. Но если я считаю что и то, и то редакс, то применяя редакс вниз, как бы я получаю 4 умножить на 2 и редуцирую это к восьмерке, а здесь я получаю так сказать 2 плюс 4 и редуцирую это к шестерке. Значит, и восьмерка, и шестерка это нормальные формы, они дальше никуда не редуцируются, они разные. Мы видим, что если мы что-то плохо сделали в синтаксе, в данном случае мы забыли про скобки на самом деле. То у нас могут быть при разных стратегиях редукции разные нормальные формы, а слово выражение является неоднозначным. Ну вот, значит, то свойство, которое нам нужно, чтобы этого не происходило, называется свойством черчеросера или свойство ромба. Свойство конфлюент. Значит, черчеросера говорит следующее. Если у нас был какой-то лямбда терм у, и мы его с помощью нескольких бета-редукций проредуцировали к какому-то терму в один, а с помощью каких-то других бета-редукций можем проредуцировать терму в два, то всегда существует общий потомок, которому редуцируется и то, и то. Тоже за несколько шагов свойство черчеросера. Оно верно для лямбда исчисления, ну, можно доказать, мы в этом курсе это не делаем, верно и для того расширенного лямбда исчисления, которое используется в корке, и для всех остальных тоже. Значит, чем помогает черчеросер? Черчеросер истребляет ситуации, когда нет нормальной формы. То есть, когда нормальная форма не единственная. То есть, если у нас оказалось две нормальные формы, то, что у нас произойдет, тогда окажется, что эти нормальные формы обе находятся вот здесь, и они должны средуцироваться к какому-то общему терму W. Но из нормальной формы редукции никакой невозможно, это значит, что они просто должны совпасть, если они были нормальными формами. Это свойство, значит, получается, что из черчеросера в качестве следствия мы получаем, что не бывает двух разных нормальных форм. Но дальше возникает вопрос о нормализуемости. Возникает вопрос, собственно говоря, почему этот процесс редукции, вообще говоря, сойдет? Почему это действительно упрощение, а не усложнение техники? И действительно, на самом деле, при редукции терм может расти. Вот такой пример совершенно классический, даже не пример, а просто соображение. Значит, если я возьму терм U, он какой вид имеет? Вот в нем терм, и в нем находится вот здесь переменная X, здесь переменная X, там 4 штук. Это просто одна буковка, переменная X. А теперь я беру lambda X.U и применяю к V. И он бета редуцируется к U, в котором вместо X подставлено V. И здесь, вот здесь появляется V, здесь появляется V, здесь появляется V, и здесь появляется V. Значит, терм U становится больше, потому что вместо каждой буковки X у нас появляется целое подворожение V. Ну и действительно, если, например, у нас не было бы значит, этих не было бы типов, то можно было бы взять такой терм, например, классический совершенно, lambda X, X, примененный к lambda X, X, здесь X применяется к себе. В типовом случае это невозможно, не бывает так, чтобы функция была применима к себе. А без типовом, пожалуйста, если мы типы не учитываем. И вот этот терм на самом деле редуцируется с помощью β к себе. Ну почему? Потому что надо взять вот это V и нужно взять V и поставить его вот в это U. А это и будет как раз VV, то есть тот же самый исходный терм, изучается он омета. Это ненормализуемый. Он не является нормальной формой, он может примениться редукция, но применение этих редукций приводит к тому, что он приводит в себя. можно придумать терм, который на этом разрастается при применении редукции. Без типов. Значит, это ненормализуемый терм, существование таких термов это некая проблема. Поэтому, если у нас есть типы, то, как правило, мы достигаем нормализуемости, но не всегда. И тут вот есть некоторые тонкости, о которых мы поговорим уже в следующий раз, когда будем рассуждать о соотношении между системами и исчислениями в Хаскеле, например, и в Коке. Значит, соответственно, бывают ситуации такие, когда в реальном программировании, я так скажу сразу, нужно, чтобы иногда программы зависали, иначе он будет там нитюринг полный и так далее. Но в Коке, тем не менее, это не так, потому что это тонкости. Но если терм нормализуемый, то различают две ситуации. Значит, есть сильная нормализуемость. Для терма у это значит, что всякая последовательность редукций для терма у приводит к нормальной форме. Нет бесконечной последовательности редукции. Не бывает ситуации, когда редукция зацикливается или, так сказать, бесконечную последовательность образует, всегда приводит к нормальной форме. слабая нормализуемость это как просто существует нормальная форма. То есть, существует какая-то последовательность приводит к нормальной форме, но тем не менее, может быть какая-нибудь такая вот ситуация, что у нас есть терм у, вот есть у 0, это его нормальная форма, к ней ведет какая-то последовательность редукции, а еще рядом есть какая-нибудь последовательность, которая уходит бесконечно, которая не является нормализующей. Значит, я не поняла, вот в этом случае, если это существует, это как-то противоречит свойству черчеросера? Нет, это не противоречит свойству черчеросера, просто смотрите, из каждого терма вот в этой бесконечной последовательности мы можем попасть по условию черчеросера в эту нормальную форму. А, но можем мы не пойти по этому пути и не попасть. А вот это черчеросер, а можем пойти по этому длинному пути бесконечной, мы никогда не прийти к нормальной форме. Ясно. То есть, это соответствует такой некой даже, может быть, мистической идее, что мы всегда можем свернуть как бы неправедного пути и попасть в район, попасть в нормальную форму. В любой момент мы это можем сделать. Это черчеросер. Но мы не знаем, где это нужно делать. И поэтому система со слабой нормализуемостью, терм слабо нормализуем, зависит от того, в каком порядке мы применяем редукцию. То есть, если в случае с сильной нормализуемостью, значит, нам нужно исполнять нашу программу, то есть, нам нужно редуцировать терм в нормальной форме. То есть, у нас вот этот стартовый терм – это наша задача, финальный терм – это наша цель, это наше решение. То есть, мы можем пойти вот этим путем, можем пойти как-нибудь, например, допустим, можем пойти как-нибудь вот так, но мы должны прийти к нормальной форме. В случае с сильной нормализуемостью, мы можем пойти любым путем, и единственное, в чем может быть разница, что эффективность будет разная. То есть, одну стратегию редукции мы применяем, получаем, быстро получаем нормальную форму, другой – длинный, но тоже приходит к успеху. В случае слабо нормализуемостью, нужно выбрать правильную стратегию редукции. И есть такая, так сказать, так называемая нормальная стратегия редукции, которая говорит, значит, редуцируй с самого левого. То есть, мы смотрим на запись лямбда-терма, находим самую левую лямбду, которая дает редекс. Ну, не всякая лямбда дает редекс, потому что я могу написать какой-нибудь терм просто вот такого вида. Там лямбда-икс точка что-то. Вот это самая левая лямбда, но она не дает редекс, потому что после вот здесь ничего не написано, здесь нет ничего, к чему можно его применить. Вот находим где-нибудь внутри другую лямбду, которая вот лямбда-иксу, и после этого применена хвои. Вот ее мы редуцируем, самую левую, которая дает продуктивно редекс. Значит, есть теорема, но опять же эти теоремы формулируются, и как бы не теорема, как и черт-россер, это семейство теорем, которые утверждает, семейство для каждого варианта лямбда-исчисления, которое мы можем придумать и имплементировать в нашей системе, но для чистого лямбда-исчисления это верно. Теорема, которая говорит, что нормальная стратегия редукции приводит к успеху. То есть если терм слабо нормализуем, то нормальная стратегия найдет его нормальную форму, а не попадет в бесконечный цикл или бесконечный редекс. Вторая теорема, что та версия лямбда-исчисления, которая реализована в КОК, она является слабо нормализуемой. По некоторым причинам она не является сильно нормализуемой, но она является слабо нормализуемой. А вот те лямбда исчисления, которые реализованы в языках функционального программирования общего назначения. Что это значит? Значит, что любая программа, написанная на КОК, всегда останавливается, никогда не может зависнуть. А программы, написанные на других функциональных языках, могут зависнуть из-за рекурса. То есть, на том же Haskell можно написать некорректную рекурсивную программу, кто никогда не остановится. На КОКе мы это сделать не можем. Ну и про это мы поговорим в следующий раз. Идея в том, что если забыть про все эти патологические случаи с ненормализуемостью, то идея такая, что программа – это лямбда терм, а вычисление – это нормализация. Вот основная идея, которую нужно из этого вынуть. Ну и теперь, собственно говоря, что мы можем делать. Что можно делать в КОК? Значит, в КОК можно делать следующие вещи. Значит, можно верифицировать существующий КОК. Что для этого надо делать? Значит, ну, что-то вообще верификация. Значит, у нас есть такая, ну, предположим, что у нас простой случай, что программа вычисляет какую-то функцию. То есть функция F действует из какого-то множества A в какое-то множество B, то есть типа A в тип B. Функция F реализована каким-то лямбда термом, собственно, обозначим его F. После чего мы говорим следующее. Что мы хотим, чтобы была удовлетворена какая-то спецификация. Мы хотим, чтобы для любого A, типа A, выполнялось какое-то условие. S, A, F, A. Ну, здесь я через запятую перечислю, наставим аргумент, понятно, в коррированном виде. Сначала автору A. То есть утверждает вот это вот некая логическая формула, записанная в КОК, называется она спецификация. Некое условие на корректность нашего КОКа. Значит, ну, единственное, что здесь вместо F я напишу F с волной, потому что наша программа должна быть оттранслирована во внутренний язык Хаскеля, КОК, который называется Галина. Вот мы ее преобразовали и доказываем, что для любого A из исходного типа выполняется некоторое условие, что это A и результат удовлетворяется. Например, у нас есть какой-нибудь алгоритм сортировки. Входные данные – это массивы, выходные – тоже массивы, списки элементов каких-то. И мы утверждаем, что это S пишет следующее, что наш, значит, выходной массив должен быть перестановкой нашего исходного массива, а также быть ассортированным. Какие проблемы тут возникают? Поэтому об этом мы поговорим в следующий раз. На самом деле все не так. Но вторая вещь, которая есть в КОКе, которая довольно интересная, про которую мы поговорим сегодня, это так называемое извлечение ассортированного кода. Кода и доказательства. Ну, давайте сначала общую идею. Здесь мы пользуемся тем, что логика в КОК является конструктивной интуиционистикой. Значит, что нам нужно? Нам нужно формулу, которая по элементу A построит некоторый элемент B, удовлетворяющий спецификат. Вместо того, чтобы это делать, мы докажем такое утверждение, что для любого X типа A существует такой Y. Вот тут на самом деле будет не квантов, существует нечто другое, но сейчас мы это увидим. S от XY. То есть мы не говорим, что мы будем сортировать массив, мы говорим, что мы докажем, что любой массив можно отсортировать. Но докажем, это интуиционист. И утверждается, что, смотрите, значит, у нас как доказать, что является свидетелем квантеросуществования? Свидетелем квантеросуществования является пара, состоящая из какого-то элемента B и доказательство того, что он обладает нужным нам свойством. А свидетелем вот этого всего является функция, которая по X восстанавливает, ну, по какому-то элементу A восстанавливает B в зависимости от A. То есть любое доказательство вот такого утверждения типа P2 для любого существует, это интуиционистское доказательство содержит лямбда терм соответствующего типа, который будет говорить как раз вот это. Значит, ну, в КОК это идея, да, и, соответственно, это доказательство может быть извлечь. В КОК это идея реализована немножко по-другому. Она реализована следующим образом. Значит, мы пишем, ну, я напишу здесь, так сказать, for all в КОКовское обозначение, X типа A. Дальше здесь написано вот так вот, Y типа B, таких, что S, X, Y. Значит, и это все происходит в универсуме SET. То есть, смотрите, вот это вот все, я так красненько напишу, вот это все в SET. А вот это вот, ну, знаешь, что здесь происходит? На самом деле, вот эта Кантеровская свертка, множество Y таких, что. Это аналог квантера существования, но реализованный в универсуме SET. То есть, синдоксически это на самом деле одно и то же. Ну, а мы в другом универсуме работаем, сейчас поясню, почему это важно. Значит, какие элементы населяют, вот, ну, даже в абстрактном виде я могу написать, множество таких Y из B, таких, что верно, какое-то P от Y. Какой элемент может населить? Чтобы населить, нужно взять какой-то элемент и взять какой-то U, такой, что B – это элемент типа B, а U – это элемент типа P от B маленького. Это элемент, так сказать, зависимой суммы. То есть, чтобы конструктивно в Коке утверждать, что элемент B маленькое содержится в данном множестве, нужно предъявить этот элемент, конечно, но также предъявить доказательство того, что, значит, этот элемент обладает нужным нам свойством. Соответственно, вот эта вот часть происходит в универсуме SET, то есть B – это типа, это в SETE бывает, то есть мы говорим, что у нас, значит, наш элемент берем из некоторого множества, а вот эта P, B находится в пробу. То есть, а именно P – это предикат на B, то есть это из B в пробу. То есть за счет разделения универсумов Кок разделяет, значит, часть связанная с построениями и часть доказательств. То есть SET – это построение, а проб – это доказательство. Но теперь что происходит вот здесь? Здесь у нас есть функция. Я написал FORALL специально словами, а не квантером, потому что, опять же, это все происходит в SET. И в SET FORALL это не совсем квантер, или даже совсем не квантер в всеобщности. А это, значит, обозначение для зависимого произведения типа. То есть это элемент зависимого произведения, то есть функция, которая действует. Значит, элемент здесь должен быть функцией. F живет здесь, и эта функция, которая действует, она берет элемент X из A и переводит его в элемент какой-то, ну, вот какую-то пару из BU, которая лежит вот здесь. То есть, соответственно, когда мы доказываем это утверждение, то есть конструируем его в SET, то мы, значит, делаем на самом деле следующую вещь. Мы этот самый код, мы реализуем функцию из X в X. После чего происходит экстракт. Вот экстракция делает на самом деле следующее. Она убирает вот эту вторую часть доказательства, оставляя только функцию до экстракта. из X в B от X. То есть, когда мы доказали, в общем случае с квантером всеобщности, что для любого X мы можем построить не только B, но еще и U, который доказывает. U имеет тип, а здесь U имеет тип S, X, B. U тоже X-овая. Она на каждой X освоит. Вот мы доказали, что можно такое построить, причем про них забыли и просто получили функцию, которая по X восстанавливает наш результат. И мы что можем теперь сделать? Мы можем все, что в типе PRO, про это забыли, все, что в типе SET, мы извлекаем в некоторый внешний код на языке ACAMEL, например, на языке HASCLE или на каком-нибудь еще языке, после чего мы спокойно объявляем, что значит это и есть наша программа, которая делает то, что нужно. Ну давайте я покажу пример, как это работает. Сейчас я покажу COC, естественно, и открою просто что-то, чтобы показать, что как бы не боги горшки обжигают. Покажу кое-что, что писали в один из предыдущих годов студенты. Вот это Тихон Пшеницын сделал. Значит, здесь реализованы алгоритмы в клинике. Это будет одна из ваших задач, кстати говоря. Но у вас, конечно, предлагают сделать самостоятельно. Вот здесь у нас, давайте, здесь куча всего доказана. Значит, ну вот здесь есть какая-то GCDX и GCD. Ну вот давайте я просто абстрактно это покажу. Вот наша функция определения, которая реализует вычисление наибольшего общего делителя натуральных числа. то есть написано, что она, это функция двух аргументов А и Б, которые, значит, действуют вот в такую вот, в такую множество. То есть она должна выдать натуральное число типа НАТО, но не произвольное. То есть мы специфицируем функцию более тонким типом, а именно типом, что она должна быть делителем этих АБ и так далее. Ну доказательства здесь применяют некоторую лему, которая называется GCD. Это немножко более хитрое построение. Оно почему-то здесь использует еще вот такую навешанную лямбу снаружи. Честно, я не знаю почему, но это вот просто детали реализации, как я честно сделал. После чего мы все это сейчас исполним. Ну вот он здесь использует Омегу, как предлагает использовать ЛИА. Ну, пожалуйста. Он проверяет все доказательства. Доказательства можно посмотреть, что здесь происходит. Здесь используются какие-то леммы там хитрые, да, там какой-то рекурсов и так далее, что-то такое. Дошли до конца, и вот он и извлек код в этот самый ОК. Теперь я делаю вот, я сейчас покажу. Значит, CD-DOMBOX 19 сейчас я, значит, прекращу это показывать и буду показывать вот этот самый вот. Значит, мы вот видим, здесь есть этот файл, вот он, пшеницын.ml. Можно его посмотреть. Смотрите, что здесь происходит. Здесь у нас, ну, начало, опять же, какие-то там залагательные вещи. Значит, что-то вспомогает. Ну, и вот теперь у нас вот этот GCT, который здесь возник, выглядит вот так. Значит, он использует какой-то рекурс, который мы определили ранее, и дальше он делает как раз результат алгоритма в клиду. Он говорит, что если, значит, если мы мы сравниваем с нулем, если равен нулю один из одной слагаем, мы его возвращаем, а иначе начинаем делить там как-то и что-то такое. Ну, и можно это дело проверить. Вот он появился в GCD. Ну, и мы можем попробовать его запустить. допустим, на значение 4 и 6. И он нам говорит, что, к сожалению, извините, но эти числа, они в типе int, встроенном в OCaml, а надо в типе na. Ну, значит, соответственно, это не очень приятно, но мы можем честно написать. Ну, для примера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, вот видите, если мы подставим туда настоящие, как бы, коковские натуральные числа в том коковском типе na, то он, действительно, честно вычислил наибольший учредитель, в данном случае он равен 2. Проверять, ничего тестировать здесь не нужно, потому что, значит, у нас и так все проверено, верифицировано в самом коке. Значит, ну, вот так работает извлечение кода, то есть мы можем извлечь код, и этот код будет обладать правильной информацией. Конечно, здесь остается много всего под ковром, я, значит, в следующий раз порассказываю немножко о всяких тонкостях, связанных с верифицированным кодом, всяких ошибках и прочим, неэффективностях. Значит, это мы в следующий раз обсудим. Что у нас нас ждет впереди? Значит, у нас на страничке курса, я их немножечко, может быть, обновлю по формулировкам, есть три задачи на извлечение кода. Одна задача, то, что решал Тихон, это задача про алгоритм Эвклида. Другая задача, это задача на извлечение алгоритма сортировки. И третья, упрощенная задача, это задача, довольно глупая по формулировке, нужно потренироваться, это задача следующая, значит, нужно для данного массива чисел найти число, кто на них не делится. Ну, уже все перемножить и прибавить единичку, грубо говоря. Эта задача, она помечена на странице курса, она имеет особый статус, она предназначается только для студентов, не специализирующихся по математической логике теории алгоритмов. Если среди вас такие есть, то, пожалуйста, если нет, то ее выбирать нельзя. Ну, это в тех случаях, когда бывают студенты нелогики и, значит, их нужно вот что-то им все-таки дать, чтобы они могли это решить. Вот, поэтому вы уже сейчас можете присматриваться к одной из этих задач, но до конца семестра нужно будет ее решить, показать, как извлекается код. Формулировки будут немножко уточнять, но если вы решите старые формулировки, это тоже абсолютно не страшно. Скорее будут причесывать просто, чтобы красиво и все равно. Вот, еще раз напоминаю, сегодня, прямо вот после этого занятия, я опубликую контрольную работу по индукции, нужно будет сделать до завтрашнего вечера и прислать мне на имейл или как-то еще. Вот, значит, домашнее задание, небольшое еще по индукции с интересными задачами будет. Задача номер 10 я постараюсь поправить и выложить решение и промулировку исправить задачники тоже на этой неделе. Вот, значит, и в следующий раз мы обсудим, продолжим обсуждение извлечения кода, а также поговорим о том, как можно существующий код верифицировать в системе КОК с помощью транслятора из Хаскаля в КОК. На этом наше сегодняшнее занятие собирается закончиться. К сожалению, было, может, не таким интерактивным, как некоторые предыдущие, но если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задайте их сейчас, ну, либо асинхронно потом. Вопрос. Нет вопросов. Все, значит, раз вопросов не возникло, то мы на сегодня заканчиваем. всем спасибо за внимание и следующее занятие будет, как обычно, через две недели. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok